В Краснодаре появятся два новых детских сада, а в поселке Лазурном одноименный сквер. Городская дума провела последнее заседание перед уходом на каникулы. В Комсомольском микрорайоне благоустроили три сквера, а в КСК отремонтировали дамбу. Результаты программы наказов избирателей. Медали «Счастливой семье» вручили многодетным семьям поселка Плодородного, а в станице Елизаветинской для них провели мастер-класс. В Краснодаре появятся два новых детских сада, а в поселке Лазурном одноименный сквер. Городская дума провела последнее заседание перед уходом на каникулы. 20-я сессия стала особенной. Депутаты не только подвели итоги первого парламентского года шестого созыва, но и приняли целый ряд значимых для города решений. С итоговым заявлением выступил мэр. Владимир Явланов в последний раз обратился к парламентариям в качестве главы города. Обо всем подробнее в материале нашего парламентского обозревателя Марины Богдановой. Парламентский год завершается не календарно, а именно сейчас, перед думскими каникулами. Поэтому 20-е заседание вышло насыщенным. Депутаты рассмотрели более 30 вопросов. В частности, проголосовали за то, чтобы внести в программу социально-экономического развития Краснодара выкуп двух детских садов у застройщиков в Прикубанском округе. Это обязательное условие для финансирования. Стоимость выкупа этих садиков составит ориентировочно 344 миллиона рублей. Распределяется финансирование 95% финансового средства бюджета Краснодарского края и 5% городского. Детсад на улице Героя Ядского рассчитан на 280 мест и сад на Восточной Кругляковской на 150. Всего за последние три года в Краснодаре у застройщиков были выкуплены 12 детских дошкольных учреждений. Более чем на 2000 мест. Депутаты также заслушали отчет начальника Краснодарского управления МВД Дмитрия Остапенко о деятельности городского гарнизона полиции в первом полугодии. Главный полицейский отметил большой вклад в охрану правопорядка казачьих дружин и созданных в городе студенческих отрядов. Сейчас они насчитывают 160 человек. Сократилось количество тяжких и особо тяжких преступлений. Но по-прежнему в городе происходит много краж. Лидируют по их количеству новые микрорайоны Прикубанского округа. Порядок там контролирует Калининский отдел полиции, который остро нуждается в сотрудниках и новых помещениях, отметил главный полицейский города. Депутаты выделили 36 миллионов рублей на капитальный ремонт и расширение отдела. Думаю, что при дальнейшем проведении всех этих профилактических мероприятий и того, что запланировано совместно с вами, мы сможем переломить эту ситуацию и стабилизировать положение в этих округах по имущественным преступлениям. А это сразу же сюда идет и уличная преступность, и преступления, совершаемые в общественных местах. Парламентарии внесли изменения в бюджет города. Доходные и расходные части приросли более чем на 1 миллиард 100 миллионов рублей. Преимущественно средства пойдут на освещение и уборку улиц, ремонт дорог и в сферу образования. Это 900 миллионов рублей. Оставшиеся суммы, часть из них пойдет 50 миллионов трамвайно-троллейбусному управлению. Это погашение недополученных доходов к ЭТТУ вследствие льготных категорий граждан, которые определены Думой и мэрией города Краснодара. Порядка 100 миллионов рублей будет отправлено на капитальный ремонт школ. Также появится пристройка в средней школе номер 61 «Хутор Ленина» на 100 мест. Депутаты традиционно внесли изменения в программу приватизации объектов муниципальной собственности. Это позволит пополнить городской бюджет. Парламентарии также присвоили статус особо охраняемой природной территории скверу Лазурный в одноименном поселке. Площадь новой зеленой зоны – 1 гектар. На следующий год решено запланировать его благоустройство по программе наказов избирателей. В поселке выделено около 400 участков для многодетных семей. И парламентарии уверены – сквер будет востребован. Я вижу его красивым. С беговыми дорожками, со спортивными площадками, с детскими игровыми площадками, с лавочками, с карусельками, с фонтанчиком. То есть, да, зона, они очень удалены от центра города. Но этот сквер, он даст возможность им нормально отдыхать, свободно от работы и учебы век. Это планы, а программа выполнения наказов избирателей нынешнего года вышла на финишную прямую. Основной упор, конечно, на школы и детские сады. Чтобы 1 сентября дети сели за новые парты и въехали в новые группы. Сегодня где-то на 62-64% уже программа выполнена. Объекты все, которые завершены, профинансированы. Порядка 30-32% у нас находится непосредственно на выполнении. И оставшиеся там 3-4% – это как раз та экономия, которая образуется на торгах. Депутаты согласовали наименование новых адресных объектов. Одна из новых улиц в Прикубанском округе будет носить имя бывшего вице-губернатора Мурата Ахиджака. Появятся в Краснодаре и новые достопримечательности. На улице Седина установят мемориальную доску заслуженному работнику физической культуры России Владимиру Аганесову. Аганесов внес большой вклад в развитие физической культуры не только Кубани, но и всей России. Благодаря его слаженной организованной работе мы получили очень многих чемпионов, олимпийских чемпионов. На пересечении улиц Рашпилевская и Буденова появится памятный знак наказному атаману генерал-лейтенанту Григорию Рашпилю. А в Парке Победы камень уроженцам Кубани морякам военно-морского флота, погибшим при защите Родины. Расходы по изготовлению и установке монументов возьмут на себя инвесторы. Как мы и говорили в начале программы, на заседании Думы выступил Владимир Евланов. В конце сессии он в последний раз обратился к депутатам в качестве главы Краснодара и подвел итоги совместной работы с городским парламентом. За 12 лет Краснодар превратился из провинциального в один из лучших городов страны. Краевой центр признан самым благоустроенным городом России и лидирует по многим другим показателям. Несмотря на два экономических кризиса, город продолжал развиваться. За 10 лет увеличил собственные доходы в три раза, а количество населения на четверть миллиона и стал фактически городом-миллионник. Привлекательность города для приезжих из других регионов – лучший показатель успешного развития, отметил глава. Значительные изменения произошли и в градостроительной политике. Приняты новые нормы по парковочным местам в домостройках, очерчены границы около сотни зеленых зон. Эффективно решаются проблемы жителей. Тысячи семей получили долгожданные квартиры благодаря введению в строй 20 домов обманутых дольщиков. Еще одно достижение – ликвидация очереди в детские сады. Благодаря строительству новых дошкольных учреждений и пристроек к ним. Завершая заседание Думы, мэр поблагодарил депутатов и горожан за совместную работу. Владимир Евланов отметил, что продолжит трудиться на благо города и в дальнейшем. Я готов передать управление городом молодым. Рад, что мне удалось вырастить и сформировать молодую команду профессионалов, которая способна продолжать развитие города, внести в это благородное дело свой вклад. Я благодарен всем присутствующим в этом зале, всем горожанам, всем депутатам, коллегам и моим помощникам за работу. За эти прекрасные 12 лет, которые были успешными для нашего города. В этот же день Владимир Евланов подал документы в Краизбирком для регистрации в качестве кандидата в депутаты Госдумы по 46-му избирательному округу Краснодара. Его кандидатуру выдвинула Единая Россия. Напомню, на прошедших в мае праймерис Владимир Евланов одержал уверенную победу. Его поддержали около 70% пришедших на избирательный участок, а затем утвердили на Всероссийском съезде единороссов. По 46-му округу уже подали заявления кандидаты от нескольких партий. Родина, Коммунисты России, КПРФ, ЛДПР, Партия Народной Свободы, Патриоты России и Зеленые. Есть также несколько самовдвиженцев. Следующий этап – регистрация кандидатов. Он закончится 3 августа. Когда голубое топливо дойдет до Краснодарского пригорода? И почему в 21 веке сотни человек еще стоят в очереди на газификацию? Выясняли депутаты Гордумы на очередной парламентской планерке. Как доложили специалисты, в газе нуждаются 15 объектов в поселках Белозерный, Березовый, Победитель, Знаменский и других. На их газификацию требуется порядка 170 миллионов рублей. Но в бюджете сегодня нет денег на то, чтобы обеспечить людей одной из базовых коммунальных услуг. Тем не менее, решать проблему нужно. Депутаты предложили департаменту строительства привлекать средства инвесторов. А еще прекратить вкладывать деньги в проектирование и закончить хотя бы один-два объекта из долгостроев. Например, заняться вплотную участками для многодетных семей. Там и проекты готовы, и госэкспертиза пройдена. Так может тогда остановиться и не тратить дальше денежные средства на проектно-сметную документацию, а потратить денежные средства на исполнение непосредственно, на выполнение уже работ. А то мы накапливаем проектно-сметную документацию, которую через три года мы же выкинуть можем. Мы же уже с этим, ну те, кто здесь по два-три созыва, они же сталкивали, я уже сталкивался с этим. Что делаем-делаем, тратим по три, по пять, по семь миллионов на ППЗ, потом берется это, выкидывается. Надо доделать, чтобы ее доделать, опять надо три-пять миллионов. Парламентарии предложили сотрудникам департамента строительства составить список всех объектов, которые необходимо газифицировать до 2030 года и ранжировать его по степени готовности, наличию проектов и госэкспертизы. На участках из верхних строчек такого рейтинга газ появится в первую очередь. Сегодня принято решение не начинать новых объектов, пока мы не завершим старые объекты, которые уже начаты и необходимо завершить к концу этого года. Сколько денег на сегодняшний день никто не скажет, потому что время идет и инфляционные процессы идут, поэтому те объекты, которые не завершились на сегодняшний день, они должны быть пересчитаны в новых расценках. Аналогичный подход решено применить и в отношении строительства детских садов. В 2016 году в Краснодаре заключено 12 муниципальных контрактов на строительство детских дошкольных учреждений. Работы ведутся на девяти. Но только два объекта высокой степени готовности. Это пристройки к детским садам на улицах Орджоникидзе и Молодежной. Что касается шести адресов на Бульварном кольце, выделенных средств хватило только на котлованы. Парламентарии считают, что, так сказать, размазывать средства недопустимо. Лучше их объединить и закончить строительство одного объекта, чем начать пять и не получить в результате ни одного. Считать деньги по-новому депутаты рекомендовали и представителям краснодарских ресурсоснабжающих организаций. Дело в том, что в адрес председателя Думы Веры Голушко поступило сразу несколько жалоб от жильцов домов, в которых отключена горячая вода за неуплату коммунальных услуг. Но в должниках только часть жильцов, а страдают все жители многоквартирников. Спикер отметила, что это недопустимо. Как это так? Если 10 человек, 12 не оплачивают за полученное тепло, за горячую воду, вы отключаете целый дом. И почему страдают люди в такую жару? Старики, участники Великой Отечественной войны, детки, новорожденные, их невозможно покупать даже. Подавайте в суды, решайте этот вопрос, но прекратите нарушать права человека. Думскому комитету по ЖКХ и ТЭК спикер парламента поручила проработать вопрос и при необходимости помочь пострадавшим краснодарцам сменить управляющую компанию или отстоять свои права в суде. Однако все это планы. И пока они только разрабатываются. В городе идет постоянная, обычная, каждодневная работа. Выполнение наказов избирателей уверенно перевалило через экватор. В Комсомольском микрорайоне председатель городской думы Вера Галушко и ее команда начали с благоустройства зеленых зон. Месяц назад торжественно открыли бульвар Тюляевский. На смену разрушенным старым тротуарам и стихийным парковкам пришли заасфальтированные пешеходные дорожки, игровые и спортивные площадки. Преобразились и дворы микрорайона. Ведется работа на придомовых территориях, устанавливается детское игровое оборудование, спортивное оборудование, асфальтируются подходы, устанавливаются новые бордюры, отсыпаются детские площадки. Определенные детские площадки устанавливаются в резиновом покрытии. Благодаря непосредственному участию в реализации программы наказов главы города Владимира Явланова, микрорайон сегодня может гордиться скверами Субботний и Комсомольский. В ближайшее время появится и место отдыха для пожилых людей – сквер Ветеранский. Далее планируется оградить детские площадки, расположенные рядом с проезжей частью. Второе рождение переживает и район КСК. Проблем в этой части Краснодара было много, но большая часть уже решается стараниями депутата Галины Барабанщиковой. Работу здесь начали с детских садов, школ и поликлиник. Сегодня в городе действует программа по увеличению мест в детских садах и школах. В районе КСК благодаря такой муниципальной поддержке уже создали около 40 дополнительных мест. Также переоборудуют детские площадки. Решена и часть задач в школах микрорайона. Такие школы, которые относятся к нам, это 53-я и 88-я гимназия. Здесь по наказам было выполнено, мы перечисляли средства на ремонт кровли. А самое главное, дважды прочищали канализацию ливневую, в том числе вода, ливневки не справлялись. И были такие моменты, что дети ходили даже в резиновых сапожках. В ближайшее время заасфальтирует проезд Братский. Отгрейдировали 15 дорог, в том числе на дамбе Октябрьская. Раньше в дождливые дни она превращалась в болото. Сегодня жители ходят по асфальтированному тротуару. Он связывает район КСК с поселком Пашковским, а также служит единственной дорогой к местной поликлинике. На реализацию проекта потребовалось 600 тысяч рублей. В Краснодаре стало больше политиков, причем молодых. 20 выпускников регионального отделения всероссийского проекта «Школа политики» получили сертификаты об успешном окончании курса. Он длился три месяца. Сначала были лекции, их проводили представители власти города и края. Потом полезные знакомства с бизнесменами и общественными деятелями. Участники побывали на экскурсиях в администрации Краснодара, городской думе, законодательном собрании и крупных сельхозпредприятиях региона. Уверен, что проект очень важен и очень интересен. В первую очередь, это, с моей точки зрения, это определенное патриотическое воспитание наших ребят, студентов, которые вживую видят работу как органов власти, я имею в виду как исполнительных, так и законодательных, так и реальных предприятий, которые сегодня, с работы которых складывается реальная экономика Краснодарского края. Тащить никого не пришлось. У нас был конкурс, три человека на место. И мы отобрали самых активных, самых лучших ребят. И, конечно же, все информационные занятия проходили с очень бурной беседой, с спорами. Даже некоторые встречи были. Активно у нас молодежь получилась. Лучшие выпускники курса уже получили предложение о стажировке в органах власти и на сельхозпредприятиях. Сертификат школы политики станет прекрасным дополнением к их портфолио. Личные конвоиры Екатерины Великой, казачья артиллерия и все, кто сражался в Первую мировую. В Краснодаре увидел свет третий том книги о казаках «Георгиевская слава Кубани». Новый исторический труд передали в библиотеки и школы города. Всего около 400 томов. Торжество прошло в органном зале. Глава города и председатель городской думы вручили сертификаты на издание во все культурные и учебные учреждения. Кроме того, первые лица Краснодара поблагодарили составителей книги и наградили авторов и издателя благодарственными письмами за труд, который помогает воспитывать патриотизм среди молодежи. Я думаю, что многие пожелают жители и краевой столицы, и Кубани посмотреть, почитать эти книги и еще раз отдать должное дань уважения нашей истории, нашим боевым заслугам, нашим казакам, которые имеют такую славную историю. Это огромный подарок и жителям города Краснодара, и особенно нашему младшему поколению. Младшее поколение, вы, ребята, которые сегодня присутствуете в этом зале, должны, конечно же, знать историю своего города, историю развития казачества. Публикацию книги приурочили к 25-летию дня реабилитации кубанского казачества. Трехтомное издание посвящено георгиевским кавалерам казачьего войска. Георгиевский крест считался высшей наградой для нижних чинов российской армии и вручался за личное мужество, проявленное на полях сражений. Напомню, книга «Георгиевская слава Кубани» вышла в свет при поддержке краевой общественной организации «Труженьки тыла», городской администрации и местного отделения «Единой России». Негромко, камерно и по-домашнему отметили День любви, семьи и верности в поселке Плодородный. О том, кто принял участие в этом празднике, кому вручили медали и памятные подарки, а также сколько детских площадок построено для юных селян за последнее время, узнаете из материала моей коллеги Марины Богдановой. Ковровое покрытие на земле, конечно, не танцевальный паркет, но девочка в матроске очень старается сохранять равновесие. Катя Макина в свои 9 лет лауреат международных конкурсов по хореографии и чемпион Юга России по акробатическому танцу. День семьи в Плодородном открыли дети. Тон празднику задал дуэт две половинки. Двойняшки Маша и Настя исполнили песню о том, как весело, когда рядом большая семья. Зрители юных артистов поддержали. День семьи для меня один из самых значимых праздников. Семья вообще-то круто. Это смысл жизни, в принципе. И, пожалуй, все. Понимаешь, что ты не зря появился, не зря ты живешь, не зря ты что-то там делаешь. Уже я давно для себя не живу, для них там все делается. И в этом, конечно, я получаю большое удовольствие. Детям нужный свежий воздух и много места для игр. Наверное, поэтому многодетные семьи предпочитают селиться в пригороде. В Плодородном около 60 семей воспитывают трех и более детей. С праздником их поздравила депутат Гордумы Анна Ольховая. Она вручила многодетным семьям и юбилярам, отметившим в этом году золотую свадьбу, медали счастливой семье и памятные подарки. Однако самый главный подарок жителям посёлка ещё предстоит получить. В ближайшие месяцы в Плодородный должно прийти голубое топливо. Вопрос о завершении газификации был решён месяц назад на встрече инициативной группы жителей с главой Краснодара. После этого Городская дума на очередном заседании выделила на это 8,5 миллионов рублей. К концу сентября минимум 115 дворов, а может и все 185 будут газифицированы. Нашли возможность, да, как разрешить эту проблему. И кроме этого, смотрите, детский сад есть. Второй детский сад уже прошёл все согласования в части того, что и проектно-сметная документация есть. В ближайшее время также произойдёт закладка, камни будут рядом, построена школа на 2500 мест. Посёлок благоустраивается. По программе наказов избирателей установлено пять детских игровых площадок. Но и жители не ждут манны небесной, а сами благоустраивают свои улицы. Весной полностью очистили от мусора и поросли детские площадки. Чтобы вывезти мусор, понадобилось несколько большегрузов. Более того, они собрали 1 миллион рублей на ремонт дороги на улице Александровской для беспрепятственного проезда школьного и рейсового автобусов. Периодически делают грейдирование. Сначала начали завозить в строй мусор, потому что сплотить народ, собрать средства на новую дорогу мало было народу. Потом мы закупили щебёнку, когда уже народ начал активно строиться. Закупили щебёнку, купили асфальт. Старый, конечно, не новый, старый. Всё это дело укатали, сделали нормальную проходную дорогу. Так что на празднике ещё и подвели итоги совместной работы с депутатом по благоустройству посёлка. А пока взрослые обсуждали насущные вопросы и строили планы на будущее, дети танцевали, играли, прыгали на батуте. И каждый мечтал поступить в ученики к парню в народной рубахе. Член молодёжного парламента Дмитрий готовил для детворы сладкую вату. Лакомства хватило всем. Научиться делать прически и скос, тканевые цветы для мамы и разобраться в тонкостях японского искусства оригами. Еженедельно в Краснодаре проходят познавательные акции для детей «Один день каникул». Организовали их депутаты Гордумы совместно с социальными педагогами. Задача – показать детям, что каждый ребёнок ценен для общества. А лето – прекрасная пора не только для игр. Чему научились маленькие жители станицы Елизаветинской, увидим в репортаже моих коллег. Когда-то Панаму из газеты мог сделать любой школьник. Сегодня, чтобы научить детей такому полезному в жару навыку, устроили целый мастер-класс. Эти простые головные уборы точно уберегут голову от палящего солнца. И это понимают даже дети. Я их ношу, чтобы не было жарко. И для семьи. Ведь, например, тканевые кепки, которые все носят, они неудобные, и в них очень жарко. Игровое пространство было разбито на творческие, танцевальные или спортивные зоны. Каждый ребёнок выбирал занятия по вкусу. Одни рисовали, другие лепили пластилиновых дельфинов, а третьи изучали искусство оригами. На таких однодневных каникулах собралось почти 150 детей. При этом немалый вклад внесла всего одна семья. У Сергея и Аллы 26 детей. Мальчишки наши уже побежали с удовольствием погонять футбол. Тут показывают мастер-класс. Ну и не только. И концертная программа подняла настроение. Порисовали, теперь можно и попрыгать. К весёлой зарядке присоединился даже профессиональный футболист. Размявшись, все дружно отправились играть в футбол. На зелёном газоне шла неравная борьба между молодостью и возрастом. Но малыши взяли числом. Сегодня очень такой хороший день. Много очень пришло детей. Провелись зарядку, поиграли с детьми в футбол, сделали футбольную школу. Я думаю, все дети остались рады этому празднику. На сладкое детям приготовили мультфильмы и мороженое. Такие однодневные каникулы, по словам организаторов, будут проходить ещё не раз. В самых разных уголках города и края. Я очень счастлива, что сегодня столько пришло детей. Даже мы ожидали меньше детей. И поэтому дай бог, чтобы эти дети получили какой-то положительный урок с этого мероприятия. Что-то подчеркнули, что-то научились. В конце праздника ребята записали свои заветные желания. И под аплодисменты отправили их в небо, чтобы быстрее исполнились. Что ж, парламентские полчаса заканчиваются. Наша программа вслед за депутатами Гордумы Краснодара уходит на летние каникулы. Чтобы с новыми силами вернуться в сентябре и вновь рассказывать вам о самых значимых событиях в коридорах власти кубанской столицы. На этом у меня все. До встречи в эфире.